Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях дрессировки кошек. Дрессировать можно не только собак, но и кошек. Иногда последние даже справляются с изучением трюков лучше, чем некоторые породы лающих. Правда, важно заметить, что дрессировка кошки и дрессировка собаки – это два абсолютно разных процесса. Каковы особенности дрессировки кошек? О чем важно помнить хозяину, который решил научить своего мяукающего друга различным командам и трюкам? Давайте разбираться! Кошки – независимые животные, которые в отличие от собак не привыкли никому подчиняться. Помните об этом во время дрессировки. При разучивании команд и трюков учитывайте особенности характера вашего мяукающего питомца. Не каждая кошка согласится выполнять команду аппорт. Зато практически любую можно научить команде сидеть. Для кошек дрессировка должна быть игрой. Используйте любимые игрушки питомца во время обучения командам и трюкам. Следите за настроем и настроением животного. Если кошка начала скучать, у нее пропало хорошее настроение – закончите дрессировку. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Не забывайте поощрять своего питомца, если он выполнил трюк или команду. Похвалите кошку, дайте ей лакомство после того, как она успешно справится с поставленной вами задачей. И ни в коем случае не ругайте своего мяукающего друга, если у него что-то не получается. Кошки наказания не понимают, они на них обижаются. Будьте терпеливы и спокойны во время дрессировки. Кошки хорошо считывают настроение хозяина. Если вы будете нервничать или повышать на вашего питомца голос, ничего не получится. Кошкам для успешной тренировки крайне важна доброжелательная атмосфера, в которой они могут чувствовать себя в безопасности. Старайтесь делать процесс дрессировки максимально интересным для кошки. Не останавливайтесь на повторении одних и тех же команд. Как только питомец выучит трюк, переходите к новому элементу. Следите за временем тренировки, не переутомляйте вашу кошку. Специалисты рекомендуют заниматься дрессировкой мяукающего друга не более 15 минут в день. Дрессировка кошки имеет свои особенности. Здесь очень многое зависит от готовности хозяина понимать и учитывать нюансы характера своего мяукающего друга. Обучение кошек командам и трюкам – это не что-то невозможное, а вполне реальное явление. Многие мяукающие даже преуспевают в этом. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!